перейдем к следующему видео россиян интересуют панкреатит цистит и пневмонии они занимали первые три строчки в запросах со словом симптомы симптом а затем нам симптомы надо до лечения значит панкреатит мы уже с вами разобрали пневмонию разобрали и переходим теперь циститу что такое цистит цистит это воспаление мочевого пузыря симптомы резкая боль при мочеиспускании и примесь крови в моче как и многие другие значит болезни при неумелом лечении цистит может переходить и переходит в хроническую стадию то больше то меньше кстати женщины заболевают циститом чаще чем мужчины из-за биологических особенных строения их организма то есть если у мужчины мочеиспускательный канал длиннее и как бы сказать считается инфекции труднее по мочеиспускательному каналу проникнуть у женщин он гораздо короче поэтому и легче значит через вот эти вот врата пробраться к мочевому пузырю поэтому гигиену женщины должны соблюдать первую очередь чистота залог здоровья цистит у женщин занимает в этом году вторую строчку популярности среди запросов о симптомных заболеваниях и знаете ничего удивительного нет почему у женщин проявляется вот воспаление мочевого пузыря потому что вот эта часть живот бедра малый таз но буквально таки современная мода все это выставляет на показ ни в коем случае это все сакральная зона женского организма она должна быть защищена от посторонних взглядов похотливых которые еще хуже заразы вас сверлят и снизу и сбоку и и сзади не позволяйте это носите такую одежду чтоб все это было надежно скрыто раньше даже обереги вышивали женщины платье чтоб все вот а теперь все все на распашку все на показ ветерок простуда сели встали застудили цистит и пожалуйста он не свистит а он болит поэтому одевайтесь соответственно значит считается что большинство случаев цистита инфекционная а а что может делать ну вот как правило знаете вот это вот простуда и прочее 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 она развивается по накатанной схеме допустим сел простудился что-то там остановились то есть от холода что у нас возникает в этой области у нас возникает не спазм понижение циркуляторных процессов крови и лимфы просто из-за того что они остыла эта область эта область остыла и все раз она остыла раз она ничем не как бы сказать не обогревается туда не доходят не питательные вещества не кислород значит не удаляется углекислый газ накапливается разного рода отработанное это излюбленное место для того чтобы там до иммунные тела туда особо не проходят чтобы там инфекция которая была сразу же она начала действовать и сразу же дает воспаление воспаление инфекционное вот далее обычно причиной возникновения цистита является попавший мочевой пузырь через мочеиспускательный канал бактерии бактерии то есть гигиену надо соблюдать особенно женщины выделительные органы находятся близко друг от друга чтобы вот это то ничего не было кишечная палочка которая обычно живет прямой кишке то есть прямой кишке там живет куча бактерий в том числе эта палочка и если вот недостаточно гигиены или еще чего-то она может так проникнуть но то есть как бы сказать через мочевой канал но это далеко не обязательно далеко не обязательно она может также из кишечника попасть в кровь и потом значит в случае чего благоприятность есть мочевом канале в этом самом мочевом пузыре и вызвать это то же самое то есть опять таки знаете вот плохая работа желудочно-кишечного тракта особенно если из запора особенно если еще какие то там это толстый кишечник является поставщиком вот это вот гною родной инфекции вредной во весь организм в кровь и так как тут у нас рядом половые органы все эти выпады идут в ближайшие органы и начинается там то по-женски воспалилась то по-мужски воспалилась то еще что то то так то ся следите за работой кишечника опять таки вот из со своего опыта я вам говорю так тминчик тминчик употребляйте чтобы у вас работал желудочно-кишечный тракт нормально и вот это вот бяка кака она у вас не служила рассадником по мочеполовой системе потом бегайте лечитесь и прочее 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 так ну и естественно как правило лечения части то прописывают антибиотики фитопрепараты фитопрепараты вот смотрите которые обладают антибиотическим действием какие но это в основном горечи горечи кстати тмин прекрасный фитопрепарат от разного рода бактерий значит дальше что желательно изменить образ жизни это исключить из рациона спиртное спиртное раздражает раздражает почки на их сушит и раздражает все потому что сушит спирт сушит так чай и кофе чай и кофе а это эти вещи они если вы смотрите слизистая у нас повредилась то как раз чай и кофе за счет вот этих танинов они обладают вяжущими дубильными свойствами и не как бы сказать вредно действует на слизистую оболочку если там какие-то вот изменения есть небольшие то это еще добавит либо вообще их сделает более жесткими они должны быть эластичными ну и рекомендуется пить там побольше воды так далее и тому подобное а сейчас я вам ну этот пример не совсем из оперы о мочевом пузыре это пример из-за болезней почек пример лечения гломерола нефрита это еще хуже это заболевание почек характеризующиеся поражением клубочков почек то есть фильтрующих элементов которые фильтруют почка гломерола нефрит считается острой почечной недостаточностью или хронической болезнью почек то есть это еще даже хуже чем цистит у меня был грипп который дал осложнение на почки в больнице лежала полгода с диагнозом острый гломерола нефрит с нефротическим синдромом что там советуют лечить вот меня лечили и антибиотиками и гепарином и противовоспалительными средствами делали по 9-10 уколов в день давали по 30-35 таблеток ставили капельницы но ничего не помогало потом начали давать гормоны ну это так вот знаете цепочка идет если и то так это и тому подобное наконец стали делать переливание крови переливание крови это вроде как в нашу эту самую в нашу стезю неизвестно чем бы все закончилось если бы мне не повезло я случайно узнал о системе лечения то есть меня первое чем я занялась мочетерапии и через 5-7 дней анализы стали нормальными до этого белок был 2 единицы я отказалась от гормонов и продолжала принимать мочу утром по 3 глотка от гормонов у меня прибавился вес 57 килл до 68 пошла сыпь по телу и прекратились месячные кроме того стал болеть желудок и нарушилась работа кишечника о лечение там не 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 то не берет и еще в свою добавляет после двух недель мочетерапии нормализовались месячные сыпь почти прошла желудок и кишечник заработали как раньше вес пришел в норму я стал лечиться по этой методике предложены в книге целительные силы эти все отлично а целительные силы я выставил для свободного чтения давайте сейчас читайте 22 я все это убираю на спонсорскую подписку можете кстати и спонсорами становиться вот такие это дела мы сейчас с вами разобрали как от этого всего можно избавиться легко просто без осложнений если знать что делать и можно вот так вот по научному лечиться до сыпи исчезновения месячных и набора веса как бочка подумайте сами а а а а Субтитры подогнал «Симон»!